В эфире новостная программа Арцах. ОТКБ в Армении проведет учение «Гром-2021». Министр внутренних дел Республики Арцах совершил рабочий визит в Мартакерские районные отделения полиции и государственные службы по чрезвычайным ситуациям. Памятник маршалу Баграмяну открылся в Москве. Об этом и о многом другом более подробно. Официальный сайт Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах временно не работает из-за хакерской атаки со стороны Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства труда и социальной миграции Республики Анитов Масян, отметив, что это стиль действия врага. С его стороны хакерской атаки периодически подвергаются армянские и арцахские официальные сайты, особенно в праздничные дни. Соответствующие специалисты работают над тем, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки, сказала Тов Масян. Поиски тел погибших военнослужащих осуществлялись вчера одним спасательным отрядом Мартакенского района в направлении Матагиса. В результате было обнаружено тело одного погибшего военнослужащего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О предстоящих направлениях и результатах поисковых работ Государственная служба про чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщит дополнительно. В целом, после прекращения огня из территории, перешедших по контролю Азербайджана, было обнаружено и эвакуировано 1060-68 тел. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился вчера с основателем и президентом группы компании «Ташир» благотворителем Самвелом Карапетяном. Президент Арутюнян поблагодарил Карапетяна за осуществленные в Арцахе гуманитарные программы, подчеркнув, что для быстрого и эффективного преодоления задач послевоенного периода очень важно осуществление армянами диаспоры практических и последовательных шагов. Самвел Карапетян отметил, что группа компании «Ташир» и сегодня находится рядом с арцахским армянством, и в ближайшее время также готовится осуществить масштабные программы, направленные на возрождение Арцаха. Во встречу принял участие руководитель аппарата президента Республики Арцах Карен Шахраманян. Раика Арутюнян направил Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Перми. Об этом президент Республики Арцах написал вчера на своей странице в Facebook. От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, народу России и родным погибших по случаю трагедии, произошедшей в Перском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой имеются невинные жертвы и раненые. Министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саркисян в сопровождении руководителя начальников полиции Мартакерцкого районного отдела Ромы Арутюняна и Раика Даниляна совершил экскурсию по территории двух отделов, ознакомился с проблемами. Карен Саркисян дал ряд поручений руководителям Артакерцкого райотдела по использованию стратегии обеспечивания внутренней безопасности, общественной безопасности и порядка, которая во многом зависит от правоохранительных органов. Министр добавил, что параллельно с усиленной службой важно обеспечение надлежащих бытовых условий и обновление материально-технической базы служб МВД. Министр внутренних дел еще раз заверил, что реформы в системе МВД будут продолжены. Отныне основное внимание будет уделяться набору профессиональных и молодых кадров, улучшению состояния подразделений, что существенно изменит качество услуг. В Национальном собрании Республики Арцах состоялась вчера встреча коллектива фракции «Единая Родина» с министром иностранных дел Давидом Бабаяном и заместителем министра Ануш Долуханян, во время которой обсуждались вопросы развития региона. Об этом сообщает прислужба парламента Арцаха. Глава фракции «Единая Родина» Гагик Багунц выразил благодарность министру иностранных дел за принятие приглашения и подчеркнул необходимость подобных встреч, учитывая качественные изменения, военно-политических вызовов и проблем, которые требуют быстрого оперативного реагирования и принятия правильных шагов. Давид Бабаян отметил, что приветствует встречи в подобном формате и считает важным использование возможностей парламентской дипломатии в существующих реалиях. Собеседники обменялись мнениями по вопросам внешней политики, региональных развитий, урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, единого выступления на внешнеполитическом фронте, говорится в сообщении. Защитник прав человека Республики Арцах встретился с представителями французской организации Левьо Дорьон. Омбцмен представил проявление вандализма, совершенного в отношении армянского культурного и духовного наследия во время Азербайджана-турецкой агрессии 2020 года и события, зарегистрированные после войны. Подробно изложил все гуманитарные вопросы в Арцахе, ситуацию с защитой прав перемещенных лиц, в результате чего была достигнута договоренность о продолжении совместной работы по повышению осведомленности международной общественности. Об этом рассказали в офисе Омбцмена Арцаха. Затем в сопровождении руководителя офиса Омбцмена Арцаха Маргариты Гаспарян представители Левьо Дорьон, Степан Акерти встретились с семьями вынужденных переселенцев из оккупированных общин Арцаха, выслушали рассказы их, ознакомились с жилищными условиями и проблемами, а также обязались в пределах своей компетенции принять меры по содействию народу Арцаха. Президент России Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при организации договора о коллективной безопасности. Как передает РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с момента его подписания. Микаэла Агасандян с 2015 года является заместителем директора Департамента международных организаций МИД России. Он курировал вопросы, связанные с деятельностью Совета безопасности ООН, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с санкционной политикой, отношениями на Балканах. На этот пост он сменит Андрея Шведова. 24 по 28 сентября в Армении пройдут учения «Гром-2021» с участием спецслужб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, их подразделений и органов внутренних дел, входящих в состав сил быстрого реагирования ОДКБ. Сообщение об этом распространила пресс-служба ОДКБ, уточнив, что учения пройдут в соответствии с планом совместной подготовки руководящих органов системы коллективной безопасности ОДКБ и формирования сил и средств 2021 года. Они пройдут в два этапа. Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 30-летию независимости, заявил, что было принято решение основать парк жизни, где будут посажены деревья, символизирующие жизнь и память о всех жертвах Арцахской войны. В Ботаническом саду Еревана главным символом парка станет древо жизни, символизирующее всех наших мучеников и их жизнь, отданную Родине. Это не будет мемориал. Это будет парк жизни, где будут бегать, шуметь и играть дети. Молодежь будет веселиться, а взрослые будут гулять и беседовать. Этот парк докажет, что все наши герои погибли для жизни в Армении и в Арцахе. Эта мирная жизнь и развивающая армянская государственность должны стать той победой, которую они создали, заявил Пашинян. Госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушаглу в рамках Генассамблеи ООН обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге с журналистами сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, отметив, что во время встречи, очевидно, обсуждались проблемы Афганистана и Сирии. Кроме того, они долго говорили о Кавказе, об Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе. По словам представителя Госдепартамента США, всегда пытались помочь Армении в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. При участии американской стороны армянская сторона получила возможность передать Азербайджану карты некоторых минных полей, в обмен на которые азербайджанская сторона освободила несколько армянских пленных. Госсекретарь изриснил Турции, что США при содействии других стран-членов Минской группы по возможности готовы быть полезны, чтобы помочь ослабить напряженность вдоль границ между двумя странами, принимая во внимание тяжелое положение с пленными и с минными полями, а затем, помогая им делать небольшие шаги, проложить путь к большому процессу мира и примирения, сказал он. Посол Армении в США Лилит Макунц провела вчера заочную встречу с конгрессменом Дэвидом Прайсом, председателем Комитета палаты представителей по демократическому партнерству. Она поблагодарила конгрессмена за усилия, направленные на расширение и углубление сотрудничества между Национальным собранием Республики Армения и Конгрессом США и представила повестку демократических реформ, проводимых правительством Армении при поддержке США. Лилит Макунц подробно описала ситуацию вокруг Арцаха, гуманитарный кризис после 44-дневной войны. Собеседники подчеркнули необходимость мирного урегулирования Карабахского конфликта под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Памятник маршалу Баграмяну открылся вчера в Москве. На церемонии открытия присутствовал посол Армении в России Вардан Тоганян. Он отметил, что в рамках празднования 30-летия независимости Армении в Москве, в Нижегородском районе, мы открываем памятник великому маршалу Победы Ивану Христофоровичу Баграмяну. Вековые отношения Армении и России можно охарактеризовать как отношения общих побед, общих достижений, сказал армянский дипломат. В Степанакерском университете Григорна Рекатси на платной основе будет организован курс обучения вражескому языку азербайджанскому. Об этом сообщил специалист по азербайджанскому языку Яша Чопчиян. Он отметил, что занятия в ВУЗе начнутся с 1 октября и будут проходить 3 дня в неделю в 18.00. В течение трех месяцев участники будут изучать язык, начиная с алфавита до военных терминов современных азербайджанских и народных диалектов. Знание вражеского языка действительно и актуально в нынешних условиях, отметил Чопчиян. Добавив, что для подробной информации о курсах по азербайджанскому языку желающие могут позвонить по телефону 097-30-50-28. Вчера в Арцахе было проведено 67 тестов, в результате которых зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 15 пациентов. Больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. По случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Армения посол Армении в Российской Федерации Вартан Тоганян вручил памятные лазаревские медали диппотрестовительствам российским и армянским врачам, оказавшим большое содействие соотечественникам в период пандемии, а также внесшим свой весомый вклад в осуществление гуманитарных инициатив. Об этом сообщили в посольстве Армении в России. Наш эфир подошел к концу. По окончанию эфира послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра завтра 23 сентября на территории Республики будет переменная облачность, ночью в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-18, днем 26-30 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, наш эфир подошел к концу. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова